Музыка Как известно, в настоящее время в Висогеносе осуществляется работа по проектам, на которые выделено финансирование из Министерства внутренних дел. Это строительство автовокзала, проект реконструкции аллеи Сидулинос, создание творческих лабораторий, которые будут расположены в здании ВИУТС-5, гимназиях Адгемима и Вердианис, создание пешеходно-велосипедной дорожки на железнодорожный вокзал. О сегодняшнем состоянии этих проектов мы попросили рассказать директора администрации самоуправления Виргиниусу Букаускаса. Он информировал, что дорожка на вокзал была сделана еще до зимы и в настоящее время завершается ее благоустройство. Проект создания творческих лабораторий состоит из двух частей – подготовки помещений и закупки оборудования. Что касается создания творческих лабораторий в основном на ВИУТС-5, все работы строительные подрядные есть выполнены, сданы, что ВИУТС-5, что Гимназия Адгемима, что Вердианис. Но сегодня мы выполняем вторую часть этого проекта, будем говорить, как имею в виду, это закупка самооборудования. Вот здесь есть проблемы, может попали в тот период, когда и ковид и так далее. На сегодняшний день проводим третий раз закупку, в проекте, подписанном между управлением и агентурой, есть указано, какие мы должны оборудование поставить. Поэтому увеличим стоимость и пытаемся купить это оборудование. Надеюсь, надеюсь, что 23 июня есть предусмотрено скрытие конвертов. Вроде последнее время, то есть это есть порядка шести или семи участников, которые взяли конкурсные документы. Напомним, что творческими мастерскими смогут пользоваться все ВИС-агенции. Современное оборудование, например, 3D-принтеры, помогут воплотить многие творческие замыслы. Что касается Садулинской колеи, уже был закончен конкурс, но подрядчик в начале марта месяца должен был подписать договор, он отказался. За отказ от подписания договора победитель конкурса должен был заплатить неустойку. Как пояснил Букаускас, из-за ковид-19 было рекомендовано не назначать слишком большую залоговую стоимость подрядчикам. В этом плане там была сумма тысячи евро, то есть это когда было, то есть это и подряд составляет около трех миллионов, которые были, видят, то есть это что, скорее всего, о неспособности и так далее, но отказался подписать договор. Сегодня ведем спор, забрать или нет у строковой компании, строковой компании залог. Но сегодня строковая компания, когда запросили выплатить этот залог, написали, что условия типа форс-мажора. Ну, я говорю, будем видеть. Конечно, такая сумма даже, жалко времени работников для введения судебник даже. Новый конкурс не стоялся, сегодня идет закупка. Закупка, опять имеем уже скрытые конверты. Идет сегодня проверка возможного победителя. Сегодня есть два подрядчика, которые в этом плане соответствуют первичным условиям конкурса. С объявлением победителя 15 дней на подписание, то есть это договор. Я думаю, что в этом году начнем. Говоря о строительстве автовокзала, директор администрации отметил, что наряду с подготовительными работами, которые уже начаты, подрядчик ведет работу по закупке материалов. Строительство автовокзала должно быть закончено до 10 февраля 2023 года.